Всем привет! Вы на канале Все о Звездах ТВ интересно знать. Представляем вашему вниманию актера Павла Делонга, красивого мужчину, прекрасного и талантливого актера, его биографию, личную жизнь и роли в кино. Павел Делонг не только красивый, мужественный и очень талантливый актер, это настоящий путешественник по миру. К своим 50 годам он успел сняться не только в родной Польше, но и в Белоруссии, России, Германии, Франции, Украине, США, Словакии и Чехии. Такую международную карьеру Павел даже не мог и представить себе, будучи студентом польской театральной школы именной Людовика Сольски. Кстати, поступление в данное учебное заведение не было задолго решенным вопросом, все получилось спонтанно. Павел рос в семье музыкантов, а его главным увлечением был спорт. Позже перед ним стал нелегкий вопрос, куда же ему поступать. Его родители хотели, чтобы Павел стал певцом, а его самого привлекало спортивное будущее и театр, с которым он познакомился за несколько лет до окончания школы. Сделав верный выбор в пользу театральной карьеры, Павел начал быстро вникать в тонкости профессии. Свою первую роль в кино он сыграл не в Польше, а в Америке. Ему достался персонаж Долик Горовец в биографической военной драме Стивена Спилберга «Список Шиндлера», который вышел в 1993 году. Тематика военных фильмов очень понравилась Павлу, поэтому данный жанр кино входит в число его любимых жанров. Далее Павел много снимался у себя на родине, где серьезно расширил свою фильмографию. Наиболее ярким персонажем Павла де Лонго является Марк Винницкий из польского исторического фильма «Квувадис», который вышел в 2001 году. В России же актер появился только в 2008 году. Он был приглашен Сергеем Даниэляном на съемке военного фильма, который называется «В июне 41-го». Де Лонго досталась роль немецкого капитана Отто Регнера. Далее Павел сыграл подполковника Раймонд Ильвиса в криминальном боевике, который называется «Отдел СССР». 2012 год выпуск. Не меньшим успехом у телезрителей пользовалась детективно-комедийная картина, которая называется «Пляж». Напарником Павла стал актер Георгий Дронов, известный по роли Кости Воронина из сериала «Воронины». О своей личной жизни Павел старается не распространяться перед камерами и в средствах СМИ, ограничивается лишь небольшими общими фразами. Известно, что в студенческий период у него был роман с будущей звездой польского телевидения Катажиной Гайдарской. Влюбленные не успели оформить свои отношения, но это никак не помешало рождению их сына, которого назвали Павлом в честь отца. Из-за своей колоритной внешности Павел Делонг часто становится объектом для средств массовой информации. Ему очень часто приписывали романы с различными актрисами, с такими, как Екатериной Гусевой, Екатериной Архаровой, бывшей супругой Марата Башарова, и Анной Горшковой, а также многими другими женщинами. Год назад актер рассказал, что его сердце занято, но имя избранницы он так и не назвал. Он лишь ограничился тем, что произнес очень правильную фразу «Счастье любит тишину». Желаем этому прекрасному актеру еще много новых интересных ролей, а также достижения всех намеченных вершин, как в карьере, так и в личной жизни. Всего ему самого-самого наилучшего. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Благодарю всех за внимание. Если вы еще не подписаны на этот канал, обязательно подписывайтесь. Впереди еще много нового, увлекательного и интересного, а также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также пишите в комментариях, на какого актера или актрису, или другого деятеля шоу-бизнеса вы хотели бы посмотреть ролик и узнать побольше информации. Пишите имя, фамилию и то, что бы вы хотели узнать или услышать. Еще раз всех благодарю за внимание. Всем удачи, счастья, любви, добра и мира. Всего вам самого доброго. Пусть вас хранит Господь Бог. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока.